Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшний видео у нас с вами это влог из Сербии. В общем, я сейчас еду на теннис, я записалась на большой теннис, вот, при том, что, знаете, короче, предыстория. Моему мужу подарили VR очки на день рождения, и что-то только вот сейчас, наконец-то, все распаковали, начали что-то там делать. Вот это, конечно, очень прикольно, действительно, погружение, полная виртуальную реальность. И я вспомнила, что мы когда-то ходили в какие-то такие, типа, комнаты, да, где в VR очках ты во что-то играешь, какие-то активные игры, очень прикольно, вообще безумно круто, интересно. Ну, я до рум прохожу, но что-то, знаете, как-то я не фанатка, наверное, меня сейчас могут почивить какие-нибудь фанаты до рум, потому что мне нравится в VR, когда ты что-то чуть-чуть хотя бы ходишь, потому что ты там сканируешь зону, в которой, ну, твои рамки, да, и то есть, если ты подходишь слишком близко к рамкам, то, ну, тебе показывают, что что-то не так. Так, а в the room ты просто, типа, ну, можешь сидеть и, ну, просто что-то берешь, ну, как бы такой, не очень активный. И я начала, короче, в VR играть в теннис и вспомнила, как мне это нравится. У меня такое бывает, что какая-то... я не люблю просто чисто фигачить в спортзале, ну, очевидно, да. И вот такие зато мероприятия, как там что-то бегать, конный спорт, я обожаю, тоже хочу, нашла конюшню у ипподрома с хорошими отзывами, но я пока по теннису хочу понять, какая у меня примерно активность, какая у меня примерно усталость, вот, и походить на конный спорт. Ну, я в детстве тинейджерской конкуром занималась, ну, сейчас я хотела просто а-ля, там, хобби, знаете, общение со зверем, в общем, мне просто очень нравится это времяпрепровождение. И теннис я тоже вспомнила, как мне по кайфу, просто что-то мячик бегает, я даже правил тенниса не знаю, ну, то есть, что за это? Мужчина с мопедиком, что-то не то. Ну, то есть, я знаю, что там типа аут вылетает, когда мячик за пределы поля, ну, на этом, собственно, все, честно сказать. Вот, поэтому у меня, естественно, не то, что никаких амбиций нет, я просто это делаю, чтобы что-то делать, чтобы просто с кайфом побегать. Я нашла группу «Теннис Сербия», там даже больше тысячи человек, и там различные наборы в группы, различные тренеры предлагают свои услуги. Я уточняла индивидуально из группы, и вот как раз была группа начинающих, я думаю, пойду в группу, похожу. По стоимости получается 12 тысяч динар в месяц, это где-то, ну, тысяч 10-11 рублей в месяц, занятия два раза в неделю. Вот. И, короче, да, планирую вот на это. Конечно, понятно, что опять я куда-нибудь полечу, опять у меня будут какие-то дела, я где-то что-то выпаду. Но, если что, то, ну, буду ходить. Я и так, ну, они уже начали, уже две тренировки у них было. У меня в прошлый раз была первая вообще в жизни мои тренировки. Ну, как я в детстве играла в теннис, но мне кажется, это было совсем-совсем недолго. И, ну, это была даже как будто не секция. Я плохо помню, то есть я, наверное, совсем прям маленькая была. И я помню, что это вроде было в спортзале в моей школе. Соответственно, это было, ну, что-то такое полу... ну, даже не секционное. Не знаю, короче. У меня воспоминания буквально о парочке тренировок и все. То есть... Ну, мне нравится, мне нравится то, что можно чуть-чуть побегать, чуть-чуть разогреться, потому что мы пока не адски так вот бегаем там по всему корту. Поэтому я пока еще могу это делать. Короче, мне нравится, вот что я хочу сказать. После первой тренировки я вообще чувствовала такой эмоционально-физиологический подъем, потому что, конечно, физическая активность вот всегда, всегда, сука, мне лень. Что-то начинать делать, всегда хочется лежать, а потом чуть-чуть поделаешь и такой, а, да нет, все по кайфу. И самое ужасное в этом, что потом не позанимаешься буквально пару дней и опять. Вот. Но дома я хожу, когда монтирую периодически на беговой дорожке, ну, как бы медленно, чтобы там ничего не тряслось, но все равно. Вот. Плюс мы оборудовали спортзал дома, наконец-то. Надо его вам показать в этом видео. Поэтому я периодически занимаюсь йогой. Просто рандомно включаю там типа 30 минут йоги. Вот. И там что-нибудь делаю. Просто чтобы размяться. Ну, короче, мы едем, пробки. Кстати, знаете, в Сербии интересный факт, что много достаточно людей, особенно в офисах, работают с 8 до 3. Некоторые с 8 до 4. И бывает такое, что, ну, кто-то работает, я так понимаю, что это 7-8 часов, 8-часовый рабочий день с обедом. И без обеда типа 7, наверное, часов получается. Это мне Сербии рассказывали. Поэтому здесь основные пробки. Утром не знаю, во сколько я в такое вообще время не просыпаюсь. А вечером в 4. Вот с 4 до 5 самый трешечок. Так. Сейчас мы, короче, доедем. Мне ехать до вот этого конкретного теннисного порта, где преподает этот тренер наш. Ехать 6 километров. Ну, вот утром где-то 20-25 минут, наверное. В прошлый раз я вообще ехала, ввела вроде бы все нормально. То есть просто на ссылку нажала и проложить маршрут. Но, видимо, у меня куда-то палец съехал. Ну, то есть, типа, я посмотрела и, может быть, куда-то нажала на карту. И меня привело вообще за 2,5 километра от того места. Я на 15 минут опоздала. Сегодня я вроде выехала вовремя, но сложилась у меня там на выезде из моего района какая-то пробочка. Потому что там вообще круговое движение. На круговых движениях вечно, вот везде во всем мире, когда это огромные круговые движения, где много полос, это вечно какая-то просто. Вот. Потом я еще сегодня хочу заехать в корейский маркет. Потому что я хочу, не могу найти просто сюзамово, это ульи. Масло сезами, как он называется по-русски. Кунжутное масло. Вот. Ну и посмотрю, что там еще есть. Хотела Поке сделать. Вот. И у меня нету. Устричный бы соус еще купить. Ну, такие, короче, азиатский соус, потому что я люблю азиатское, чтобы готовить. И так, подготынье к мячику даем. Вот вы сыграли первый удар. Сразу отвели ракетку на второй. И раз. Станцовочку. И следующий уже там подходит. Смотрите. Где тонна нанесся? Просто, блин. Но я не тонна носила, я, знаете, нанесла чуть-чуть на центр лица. О-о-о. Это было. Пронесла этого Наташи Диноне консилеры. И так, супертоненько расселил. Господи, как жарко. О-о-о. Я, конечно, когда позанимаюсь спортом, это просто миссис рак на максималках. Хотя сегодня еще нормально. Жара, пипец. В прошлый раз был типа полудождь. Ну, знаете, такой моросящий. А-а-а. Я снимала видео. Не знаю, что-нибудь получилось вставить или нет. Уже посмотрели вы на мою потрясающую группу. Ребят, слушайте, это второй раз, когда я играю вообще. Но VR не считается, потому что там руку ты не так ставишь. Все не то. Короче, ну, VR просто прикольно. А-а-а. У меня телефон там аж перегрелся от съемок. Вот. Но это такой кайф. Мне так нравится. Время так быстро проходит. Что-то такое. Ших, ших, ших. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Так, короче, куда мне надо в этот кеймаркет? Куда-то еще мне надо. Я сейчас посмотрю вообще, где я нахожусь. Может быть, здесь Декатлон есть рядом. Потому что я бы тогда заехала. Я хотела, мы хотим в выходные, возможно, поехать с трейлером куда-нибудь. И, соответственно, я хотела купить эти для бадминтона ракетки на природе поиграть. Потому что я бадминтон тоже люблю. А, вот, слушайте, здесь как раз-таки Декатлон очень близко. Полтора километра. А, нет, три с половиной километра, но все равно близко. И там же магазин, где я покупаю собаке натуралку. Вот. Да, это что за район там вообще? Я не знаю. Ну, вот здесь район, это, по-моему, Звездора. А там район... Хер знает. Короче. Вообще, не важно, не важно. Я просто пытаюсь разобраться в районах. Ну, в общем, поехали. Может, кстати, сапоги себе куплю для конного спорта. Потому что они там дешевые какие-нибудь резиновые, простые. Потому что в кроссовках они очень убиваются. Вот. Блин, какой кайф, когда вот так побегаешь, прям чувствуешь себя живым. Вау. Смотрите, вот она, эта натуралка, которую я покупаю. Синдейка, кстати, до этого не видела. Покупаем мы всякую разную. И с кроликом там. Сенситив, это, кстати, с... Как он называется, господи, с рубцом. Вот такие тоже есть. Они дешевле получаются. Но их приходится разделять на четыре. Поэтому, конечно, здесь удобно по 250, потому что Норт на диете. Он сейчас ест 250 грамм порции. Ну, то есть в день полкило. Очень хорошо он, ну, как бы медленно очень худеет. Но, конечно, потом я его буду увеличивать. Потому что здесь есть, видите, по 125 грамм порция. Вот. Ну, короче, посмотрим. Пока, пока все нормально. Ну, учитывая, что я его еще угощаю. Короче, возьму с индейкой вот раз попробовать. Ну, я всяких разных беру. Здесь 8 штук, 8 порций. То есть это типа на 4 дня. Вот. Здесь просто удобно, потому что паркинг вот прям здесь. Можно припарковаться, сразу загрузиться. Не очень большой отдел конного спорта в декатлоне. Ну, здесь просто несколько декатлонов. Это вот детский отдел. Здесь вот уже взрослый. Блин, шлемы вообще не имею. Уже бушка в них потеет. Надеюсь, они тут не заставляют особо их носить. Здесь вот взрослый. Здесь есть ботинки. Можно отдельно ботинки, отдельно краги, отдельно сапожки можно купить. Здесь прям это Hermes на минималках. Так, штанцы. Штанцы, блин, у меня были такие классные профессиональные штанцы. Но, конечно, они бы мне сейчас не налезли уже. Вот. Вот такого размера. Просто у них обычно вот эту усиленную часть делают. Ну-ка, ладно. Давай уж, Наталин, без усиленных частей. С размерами, ребят, такая чехарда просто адская. Смотрите, вот российский 38, европейский 39, британский вообще 37. Чё к чему? У меня вот эти. Это US 8 размер. И типа как будто бы 41. Но длина постельки 22 сантиметра. Короче. Ладно, давайте померяем. Не знаю, видно ли что-то. Короче, вот такие сапоги, блин, пришлось все-таки выбрать. Потому что они намного приятнее на ноге, мягче. То есть у них, видите, здесь вот резинка. То есть у них здесь вот резинка получается. Эти резиновые супер твердые. Вообще нога не гнется. Конечно, если прям профессионально заниматься, то есть смысл в таких штанцах. Потому что на лошади же не просто сидишь. Ты внутренней стороной бедра держишься. И в обычных леггинсах ты скользишь. А здесь специальные вот эти вставки. У меня такие, честно говоря, не знаю. У меня были, по-моему, с замшей. У меня разные, конечно, были. Ой, смотрите. Может, есть. Блин, что такие прикольные они делают на взрослых? Это на детей. Это только на взрослых. Все, все веселье со взрослым возрастом сразу заканчивается. Прошла в отдел тенниса бадминтона. Главное, отдельно ракетки есть. Есть набором. А валанчиков отдельно я не вижу. Или, может, я слепая? Вот это что? Это мячи для тенниса. Так. Ну, это что такое? Вот. А, вот валанчики отдельно. Family Set, пожалуйста. А как вот узнать? Я в ракетке вчера пробовала почитать, как ее выбрать, и решила забить. Единственный бренд ракеток, который я знаю, это Wilson. Все, на этом вообще все. А вот эти штуки, я тоже не... Я говорю, я вообще нихрена не знаю. О, слушайте, как мешок для стирки белья. Мне, кстати, надо для того, чтобы спонжи стирать. Вот этой фигней ты ходишь и собираешь мячики по полю. То есть так чпунь-кчпунь-кчпунь-кчпунь-кчпунь. Вот. И они не выпадают, а с другой стороны свободно выпадают. Я говорю, я вообще ничего не знаю про теннис. Слушайте, я вот эту фигню возьму просто для стирки спонжей. Прикольно, на ракетках там у каждого своя вот такая вот нашлепка приделывается. Я говорю, я вообще ничего не знаю про теннис. Я знаю, что там как-то это все перетягивают. Они там, вот эта головка ракетки, они есть разные, более легкие, там более тяжелые. Так, есть розовые? А вот Family Set, это что за сексизм, я хочу спросить. А может это для родителей ребенка, а не для женщин? Мужчина. Короче, что по кепкам? Что по кепкам у нас? О, есть козырьки. Слушайте, а мне кажется не убого. Прямо я такая спортсменка. Тут был один чистый козырек, я его отвесила, и один уже с тональным кремом. Вот. Это лучше, чем кепка, удобнее. И волосы, там хвостик пусть выгорает спокойно. Так, вообще кайфец. Блин, лоб все еще красный. Выкупила, смотри, ты купила себе торгу. С конями. Такой он типа ресайкл. На нее можно сапоги на конный спорт. Может, вообще записаться было бы сначала, да, на конный спорт. Потому что вдруг они такие, а мы типа не принимаем. Такой вряд ли, конечно. Но тем не менее. Так что, такой голод адский. После тренировок этих кардио. Просто я начинаю злиться, когда я голодная. Я уже минут, не знаю сколько, больше 25 катаюсь. Ой, по центру, вокруг корейского магазина. Мне прям очень туда надо. Я прям очень хочу куджутное масло. Это капец. Здесь просто с парковками. Это вечная проблема. Я в центр, поэтому... Центр здесь обычно, короче, где старый город. Я тут, как правило, не паркуюсь. Ну, в смысле, не езжу на машине. Потому что это жопа какая-то просто. Я всегда только на такси. Либо, если есть торговый центр, рядом вот на маникюр я к Юле езжу. Там рядом Райцево. Райцево. Ну, короче, торговый центр, неважно. Это прям самое такое сердце Белграда. И там просто есть подземная парковка. 200 динар в час. Но я все равно стараюсь на такси просто поехать. Вот. Короче, вот эти вот покатушки кругами. Просто кругами. Блин. И здесь, ну, есть какие-то, типа, гаража. Гаражи. Но я вот вижу... Сейчас вам покажу. Вон там, не знаю, видно, нет, что типа ноль мест написано. Ну, мы везде по нулям. А так, ну, прям совсем в центре, прям на тротуаре парковаться не очень. Ну, его тут как бы особо и нет. Я приехала на этот паркинг. Здесь из-за него просто война. Там написано, что есть места. Ну, хз. Здесь находится ровно куча панды, где мы с вами покупали елку, новогодние всякие украшения. Вот. Ну, да. Здесь, конечно, трешечково. Надеюсь, что будет место какое-то. Отсюда где-то 700 метров. Ну, 10, больше 10 минут идти. Ну, в целом норм. Ну, просто не буду там, знаете, 10 килов всего закупать. Старбаксы еще дойду жрать. Хочу, капец. У меня уже сейчас час дня. У меня в 11 тренировка закончилась. Уж 2 часа, блин, катаюсь. Хочу еще потом на продуктовый рынок заехать, но не уверена, что получится. У меня это все. Блин, проблемы с парковкой, кажется, в центре это просто капец. Ну, кто-то... Так. Ну, нет там. Эвакуатор. Только вот так потрясающе припарковаться. Верно, что вот так припарковаться, когда стоит вот эта машина. Ну, у меня не получается вот так передом заехать. Короче, это вот сюда, жопой сюда, потом передом сюда и жопой сюда. Короче, просто упражнение на парковку. Какой у меня хоть этот? Пятый этаж. Ой, надо сфотографировать, у мужчины стоит сфотографировать. Это просто... Простите, люди, что я вас разочаровываю. Потому что как только прохожные машины все такие, а-а-а. Так, лифт здесь типа через, конечно, входит. Вход в корейский супермаркет, вот вход. На самом деле ассортимент... Ну, как бы магазин вроде большой. А так, не прям так, чтобы обожраться. То есть, это вот все, плоденько, это все лапша. Сладости какие-то. Так, вот этого тоже надо. Здесь есть большие какие-нибудь нори. А вот это прикольно делать эти треугольнички-сэндвичи типа. Так, посмотрим, есть ли то, что мне надо. По-моему, это сироп, сироп. Вино кулинарное. А масла-то, походу, и нету кунжутного. А, нет, нашла я все-таки. Я надеюсь, что это как раз вот это ароматное масло. Потому что оно бывает, знаете, светлое, и эти вообще не пахнут. Вот взяла себе две бутылки. Это что? Вино. Ну, я возьму... Ой. И теперь рис. Типа в рис положить. Но не могу найти просто, знаете, листики нори. А, нет, вот они под принесение тоже надо. Всякие разные напитки. Кимчи тоже взяла. Слушайте, вот это, по-моему, что-то популярное. И вот это. Яхозе. Возьму вот это. Есть, кстати, вон корн... Точнее, вот корн-доги замороженные. Геодзе есть. Веганское. Так, ладно, девочки, буду брать. Была бы у них доставка, вообще цены бы им не было. Так. Это какая-то мисо-паста, типа. У меня тут такой банки качучан, который острый соус. Вот такой вот я еще взяла. Не такой, а типа для говядины. Хочу сделать такой, типа, ну, мясо с овощами. В восточном селе нету устричного соуса. Ни рыбного, ни устричного соуса. Ну, ладно. Корейский магазин, на самом деле, немножечко... Мне казалось, что там будет всякое поинтереснее. Ну, посмотрим. Надеюсь, что это будет все вкусненько. Им надо еще корейскую косметику туда добавить. Точно надо добавить всякие штуки для суши. Потому что там огромный выбор лапши, но остальное все, вот, соусов маловато, всяких вот таких специй, вот этого маловато. А этого бы прям хотелось очень сильно, потому что всякие мукбанги, кукинг-видео с корейской кухней очень востребованы. У меня нет уже сил ехать на продуктовый маркет, потому что там опять, скорее всего, с парковкой. У рынка, причем есть какие-то стихийные рынки, есть вот рынок Калинич, он называется. У нас с Георгом туда ходили, у меня был влог. Ему там потенцию предлагали повысить ягодами. Вот. И, собственно, что? Собственно, я поеду в галерею. Это наш только типа фэнси торговый центр. И там есть Макси, это супермаркет. И он такой типа фэнси. Здесь основная проблема с огурцами. Вот уж не подумала бы никогда, что здесь огурцы. Они такие, господи, куда мы падаем? Какие-то просто как кабачки, очень твердые, плотные, вообще не особо вкусные. И изредка получается купить огурцы, которые не очень большого размера. Вот. Притом, что я, знаете, забиваю в доставке, потому что продукты в основном мы заказываем. Вот. Пишу типа огурец и выбираю по фотографии, но тоже это не всегда помогает. А в Макси я покупала как-то маленькие прям огурчики были. Я вообще хотела сделать поки. Мне нужно устречный сон, вероятно, в этом Макси. Там тоже есть у меня башка, что-то разболелось. Жарко очень. Башку мне пока я дошла, видать, напекло. Еще то, что я побегала. Пальцы все просто во все-все резала. Короче, ладно, надо ехать. Сейчас я за парковку заплатила, а то сейчас это кончится еще. В общем, едем в галерею. Ну, к сожалению, мои надежды не оправдались. Кризис огурцов у нас все продолжается. То есть, такие, знаете, маленьких классных огурчиков нету. Все какие-то просто монструозные. Они просто твердые, невкусные. Вот эти вообще какие-то гнилушки. Так, шпаргла. Шпаргла. Сколько стоит? Ну, кстати, нормально. Более-менее. Это мы любим. Ну, я ее, знаете, просто грилите поделаю. Возьму три цены. А динара где-то на 20% поменьше рублей, наверное. Ну, давайте посмотрим. Может, здесь у нас есть что? Нет, с огурцами, конечно. Все плохо. Вот, кстати, люблю вот эти грибочки. Смешно, они печурки называются. Ой, вот эти маленькие возьмем. Печурки. Или еще вот эти вот. Опа. Так. Что тут еще? Я, кстати, люблю вот такие наборы для супа. Там еще часто бывает морковь. Вот эта белая штука, пастернак и луковица. Так, возьмем редис. Здесь еще, ну, упакованный салат, мята. Кстати, кинзу вообще не видела здесь. Шпинат. Блин, ну, с огурцами я прям наделась, потому что здесь такие бывают, ну, пачки таких маленьких, блин. Вот. Может, они где-нибудь все-таки еще есть? Давайте сейчас посмотрим. Кстати, на Кипре продают маленькие огурцы. И они называются русские огурцы. Так, вот маленький арбузик. Давайте возьмем, как его здесь есть? Так, цифра 31. Так, цифра... Так, цифра... Нет, не оно... Так, цифра артикля... Блин, ну, можешь 31. А, я поняла. Ну, и что? Не па-ш-то. О! Так, а вот это, кстати... Это, кстати, опасный отдел. Что-то для них есть... А это что, стрелится, что ли, маленькая? Наверное, да. Не знаю. Блин, ей вообще уже похерело. 1500 миллиардов всяких колбасок. Ну, по ценам по-разному. Здесь и хамоны есть, причем. Это что такое? Прошу. Ну, типа хамона. Возьму колю на сэндвичи. Хотя мы все берете колбасы редко крайне едим. Но хамоны иногда я вот один прям тоненький кусочек могу затащить. Иногда два. Ну, вы поняли. Ну, знаете, мы когда были в Риме в аэропорту, я такая набрала там сыра. А потом я вспомнила, что здесь, пожалуйста, везде есть любые сыры. Здесь еще есть просто огромный холодильник только с сырами. Здесь домашние пасты, ньокки. Там вот какие-то салаты можно набрать весовые. Здесь, ну, тоже развес, всякие колбаски. Так. Ну, вот хамон есть вот такой. Хамон есть по от Анегро тоже. А, здесь кто-то дешевый какой-то хамон. Ну, как, 500. А, вот хамон империка. Видите, он дорогой, стоит типа 1000. Вот. Но иногда я его беру. Вот так, знаете. Ну, просто мы его едим, типа, как на сэндвич иногда положить. Мне кажется, мы несколько месяцев сэндвичи никакие не ели. Ну, пусть лежит. Так, здесь всякое мяско. Сосисочки. Свежая паста. Это классно, кстати. Для лазанни свежелесты. Ковядина. Которая юноча мяса или говядина иногда бывает. Свинятина. Классно. Это название. Курица пилетина. Индейка. Я уж не помню. Я хотела рыбу сегодня купить. А стейки, пожалуйста. Кабасицы. Плескавицы. Это типа котлеток таких есть. Вот. Смотрите, сколько всякого разного. Паприката. Так. Это, видимо, вот это свинетин. Видите, свинский. Есть пакованная вот такая рыба. Все-таки разный экран тоже есть. Это, я не понимаю, то, что это для поджарки, но я возьму свежее. Здесь. Здесь свежая рыба. Сибас. Типа, какая-то, не знаю, свежая лосось. А, смотрите-ка, есть лосось. Вот такой вот маленький, свежий. Прикольно. Так. Это у нас норвежский лосось в филе. Это у нас тунец. Я, наверное, возьму маленький кусочек тунца на Поке. И кусочек лососика. Сколько он стоит килограмм? 3000. Я не знаю, это дорого, нет. Это где-то 200-700. Есть осьминок, приветка, устрица. Тут гигантская дара. Вот он, этот здоровенный холодильник с терами. А, тут они есть уже нарезанные, запакованные. Ну, у меня сейчас много сыров дома. Либо можно попросить вам отрезать любой кусочек. Я рачиться не шла, только вот такие соусы. Вот это у меня, кстати, есть соевый. Соевый у Хайнс невкусный. У меня другой какой-то, видимо, нету тут восточного. Да, видимо, мне придется ехать. Ну, не сегодня, но в этот день на китайский рынок. Здесь есть огромный. Здесь много китайцев. Я не знаю почему, ну, точнее, чем они занимаются, но огромный рынок. И там продают их продукты. Я ни разу там не была, но много об этом слышала. Посмотрим, что они там продают. Так, а может здесь есть рис для суши? Вряд ли, конечно. Вдруг так. Перенач такой, перенач сякой. А суши перенач есть? Вообще-то круглозерны, да, для суши? Облозерно. Это вот он. Ну, не знаю. А, у меня еще и винегар я не купила. Ну, ладно. Я в любом случае планировала делать пока просто еду. Ну, дайте возьму, попробуем. А если пятница, то, когда тренировка была, так и вторую пятницу. Я как еду, вроде, не опасно. Но, не знаю, короче, основная пробка, вот на полкуровых движениях, которые у меня на дороге, первые на выезде из-за из-за района, и там, например, я нахрен, 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 я нахрен. И, конечно, в принципе, надо каждому присчитать. И если он хочет выйти сеть, то никто не хочет ехать, кто будет у него в клубе, потому что, ну, все равно у него в клубе, потом направо, когда тебе надо съезжать, ты его видишь. Короче, это просто вообще. И в центре, потому что это все правильно, потому что нет там вообще, там все, как едет там. Конечно, ничего не хочу сказать, но... Как это сделать? Посмотрите на нее в козырьках она, вся типа модная, чулка. Еще юбочку осталось для тенниса купить и все. И просто... Бимблдон. Бо, опасайтесь! Бой! Бой! ... ok Ох, опять у меня весь лоб красный, ну, мне кажется, это на меня там просто краснеет больше всего, опять выглянете все красное, у меня даже тело розовато еще, ну, слава богу, сегодня было, знаете, как-то очень красиво. Очень, не знаю, не солнечно, но в этом душно. Сегодня я вообще ничего не снимала, почти прям концентрировалась на технике. Думать надо, блин, не просто лупить по мячу, думать, а как походить, локоть, ноги, все дела. У меня сегодня в первые разы стало получаться направлять мяч на тренера. И на самом деле, кажется, ну, вообще, все только мост, что-то там бегает по мячу, ну, вообще, ну, в целом, так оно и есть, но, как бы, надо поопределенно нам это все делать. Вот, ну, вообще, кайфу, мне очень нравится, прям твердо. История, ну, пока история. В общем, меня опять обидели сегодня, поэтому меня обидели, ну, кайси, Макси, это супермаркеты, и я взяла, ну, короче, блин, я взяла, знаете, контейнеры, такие стеклянные, думаю, вот, отличные контейнеры, мне такие, как раз надо, стеклянные. То есть из них, можно, знаете, удобно приготовил и крышку натянул, специальную, да, балкную, и балк в холодильник, ну, после того, как там остыло, да, суперудобно. Либо просто хранить там что-то можно. Вот. И, короче, на меня просто нахрали на кассе, типа, почему у меня одна, блядь, туда, другая туда, типа, налепница, налепница, налепница. Я такая, ну, чего налепница, думаю, ну, какая-то наклейка. И я подумала, что у меня там рыба была, я подумала, что она не видит наклейку на рыбе, может быть, я подумала, что я, типа, ее не взвесила. Потому что рыба, они запаковывают бумажку, на бумажку клеят ценник, а потом еще два пакета. И я их покажу, короче, нарала-орала, ну, в общем, потом мне все пробило. Оказалось, что вот эти штуки, контейнеры, и надо было собирать, типа, эти наклейки. Вот. Ну, короче, в итоге она меня все пробила. Вот. И сейчас в Сифоре, короче, я заехала, тут просто была рядом, и в Старбакс, и, короче, на 600 евро садила в Сифору. Вот. И, ну, я стою возле Наташи Динона. Там, короче, ну, у них такие гандолы, что вот лежат продукты, и иногда они есть наверху, иногда ты можешь выдвинуть ящик, да, сам что-то, типа, взять, но это, не знаю, и внизу ящик. Я стояла, но я долго ходила вокруг этого, у нее вышел хайлайтер и powder foundation, вот, и я думаю, ну, блин, ну, что такое, все, никто не подходит и не подходит, никто не подходит и не подходит, вот. Powder foundation, вот, пожалуйста. И я взяла нижний ящик сама открыла, тут ко мне просто чуть ли не бежит охранница такая, типа, нельзя, нельзя это делать, там, та, та, та. Ну, вот, я думаю, ну, пусть я ей на английском отвечаю, что, извините, я очень долго уже жду, тут никого нет. И она там, типа, требуя помощь, типа, Наташа Бинона, и она все это время оставшееся ходила за мной, потому что у меня уже там, и она, причем, видимо, потому что я совсем на сервисе не принимаю ничего, это хайлайтер. Ой, я все сводчики, кстати, сняла, все в четырех оттенках, Hygiene называется, это отдельно как Medium, там есть еще был более розоватый, но я, естественно, и, короче, и она сказала этой женщине, что, типа, ну, ей нужна помощь, она, типа, какая-то странная. Видимо, никто до этого больше сам не влазил в этих гандолы, но чего ждать? Я помню, когда у меня с модель выходила тоже, и я, и мои там знакомые со мной работают, просто ходили в этом метрополисе, мы отправили эти гандолы, выставляли туши, потому что они, ну, наверх, очень быстро заканчивались. Вот. И ходила потом за мной все еще время, пока я все остальные покупки собирала. Была еще вот эта балеточка от Наташи Диноны тоже. Притом, что, знаете, я вот такие моменты, меня, как бы, обычно, ну, ничего не смущает, да, я понимаю, что я в этих спортивках, блин, этот цвет так красиво переливается, наверняка на камере этого не видно, но он здесь под такой одной лампочкой просто такой красивый. Знаете, я ходила и там и в Гуччи, и в Лаю Тон, и в Борменс, вообще, ну, супер простой, там, фактически в спортивках, потому что я сейчас, ну, после тренировки в майке, в леггинсах, вот. Ну, как бы, блин, просто, как это сказать, чтобы не прозвучать, как это, супер, это, мы им обе стоят, купила себе сыворотку от Clorans, да, был сиром. Вот Clorans, я бы лишь не присылала, я приводится самую покупать, но это классная сыворотка, я готова. Потом гель, ой, это, пена для ванны, при том, что я на другую бутылку, то есть, от этих перефилов, я просто перефилалку покупаю. При том, что я говорю, я никогда не смущаюсь, потому что, ну, как бы, обычно, в дорогих магазинах, там, консультанты, они, плюс-минус считывают, там, отношения, какие-то твои еще что-то, и, как бы, ну, все окей, да. А тут, что-то, прям, мне это напрягло, потому что, ну, я просто не рад, что было в студенчестве, в таком-то таксуще я купила. Купила вот такие новые штуки, вышли у Tarte, несколько оттенков, я взяла маракуйя, что-то там. И, короче, и маракуйя, и Tarte, и две, вот, и главные письма, у него две или три штучки я купила, но они такие, типа, блески для губ в формате бумаги, там, были такие, соответственно, оттенки, так у меня что-то провалилось. Так, мне, причем, дали в подарок, типа, я на большую сумму купила, что у меня аж два просто тестера новых дали в подарок, Тарборин и Рютчелс, вот, кстати, в Бадди Мест, ну, типа, для аромата пшикаться, вот, не знаю, ну, большой, то есть это просто подарок. На этой, кстати, нормальный подарок дают всегда. А вот еще вот такой тарт, тоже клоранзовый, это гидрофильное масло, уже не знаю, которую штука, его как завозят, его мало в чем завозят, и до сих пор, как вижу, в отечестве всегда беру, потому что у меня сейчас, на его высоте, примерно, масло. Так, это я мужу гель для душа купила, Ричелс тоже, два в одном, так сказать, для головы и для, это, для жопы. Телка и для тела, ну, короче, для всего. Туш, вот, Бенефит новая, Бенефит вообще живый, видите, все-таки живые они, точно. При том, что у Бенефит, у них вот новинок вообще по нулям, но мне кажется, они неплохо живут за счет этих продуктов и культовых. То есть, не знаете, большинство продуктов, ничего нового, но все культовое. Ну, то есть, у них какая-то база клиентов, одни и те же люди приходят и покупают одно и то же, одни и те же туши, одни и те же гели, продукты, карандаши для крови. И это так круто, потому что на палетках, наверное, недалеко, с тобой не видишь, потому что человек один раз в жизни купил палетку и все, да, ну, соответственно, вряд ли, на тот же счет, будет два раза покупать одну палетку, вот. А карандаш для бровей тебе нужен раз на несколько месяцев, если ты каждый день там красишься. Для бровей тоже самое, тушь тоже самое и получается, что это постоянно генерируется инком и у тебя постоянно приходят, ну, лояльные клиенты. Потому что чем больше лояльных клиентов, тем в целом лучше для бренда, потому что, ну, как бы они доверяют уже бренду, если у тебя что-то новенькое, то они попробуют. У benefit еще вроде выходил какой-то совсем, прям, микро-тонкий культатор, ничего-то я вот здесь не увидела. Может быть, это который вот на них Precise, который такой, типа, более-менее стандартный. Надо бы сказать, просто здесь классно то, что здесь в Sephora появляются новинки плюс-минус тогда же, когда и в США. Это я говорю о брендах, которые представлены здесь в Sephora. Но здесь разные Sephora, не знаю сколько их, ну, вот в Балерее есть и в Ушче в торговом центре, вот я сейчас в Ушче в Новом Белграде. И у них ассортимент немножко разный, и они еще ротацию иногда делают, то есть туда-сюда какие-то гондолы доставят периодически, вот. Но, в целом, я рада, что вот здесь вот нормальный гондол Наташи Тинон, и есть консилеры, если вы вдруг живете в Белграде, да. Консилеры есть, палетки есть, продукты для пуп тоже есть, короче. Но не все, продукты для пуп можно еще подзавести. Ладно, все, поеду я уже домой, уже опять почти полу второго, ну, потому что я там по делам еще ездила. Ну, короче, да, приличные места в спортивках, как бы не очень так смотрят, типа, ну, типа, ну, что такое, ну, ладно. Hello, it's me! В общем, мы выезжаем, да уже едем, да уже почти приехали, короче. И видите, там, трейлер наш, домик на колесах, туда нас мордит. Мы решили сделать выезд на выходные. Мы вообще планировали, ну, вообще уже ездили один раз в Золотибор с трейлером, но там, знаете, была вроде хорошая погода, Золотибор, это местный, типа, пернолыжный курорт, но там, типа, летом, весной тоже очень красивый, поскольку это было в мае, в апреле. Ну, короче, в апреле просто здесь было странно, потому что было несколько дней, ну, прям, даже неделю, плюс 28, плюс 30, ну, потому что уже лето, а потом, значит, фу, потом уже началась такая более нормальная погода. Сегодня, конечно, тоже супер жарко, 28, 29, в целом, остальное время было 25, 26, 22, вообще супер идеальная весенняя погода, лето, в Сербии жарко. Вот, вы знаете, у меня до сих пор бывает, что Сербия, это, типа, холодно, на самом деле, Сербия, ну, здесь, типа, жарко, здесь климат, примерно, как в Турции, ну, в Турции, вот, на вот этом, в Средиземноморском побережье, ну, здесь и ехать до моря, типа, 300, какомой, условно, да, ну, нет, не 300, 500, 600, наверное, до Черногории, до побережья. Ну, там просто горы, да, по прямой, не знаю, сколько. Ну, короче, здесь такой прям жарковатый климат, честно говоря, поэтому здесь много в городах открытых бассейнов, куда можно пойти искупаться, и на кружке горя, там есть термальные источники, там есть отели с доступом, там есть, типа, за 8, где бассейн. Ну, термальная вода, она, знаете, такая, как бы, не супер, там, какая-то минерализованная, ну, типа, термальная, то есть не нечто, там, невероятно какое-то лечебное. У нас с Колей прилетала его мама, моя мама и Кольна тетя недавно, и вот они ездили туда, на Фурску горы, это ближе к Новесаду, от Белграда, Мевенфик отель, вот, там, ну, им понравилось, много бассейнов было, и уже открытые были бассейны, хотя писали, что, по идее, сезон 31 мая, то есть, типа, с 1 июня открываются, ну, я думаю, уже все открыто, ну, и там есть не обязательно в отеле, то есть, там есть, ну, как бы, бассейн открытый, просто в самом городе, ну, и, в общем, здесь немало, на самом деле, посередине таких, этих, нормальных курортов, но мы едем туда, мы хотим просто на природу, немножко в лес, немножко, типа, просто посидеть, подышать свежим воздухом, и все, о, кстати, надо реквелленты для насекомых купить, вот, домик наш, все там с ним окей, вот, вообще, вот, просто, знаете, пока мы еще не до конца разобрались, ну, даже не начинали разбираться, можно ли там разводить костры где-то, ну, такой мангальчик, да, чтобы что-то поджарить, потому что обычно я, ну, у нас есть там газ, плита с двумя комфортами, все замечательно, то есть, я обычно или беру с собой что-то, что мы просто там разогреваем, либо что-то я готовлю, ну, такое, знаете, рис там с чем-то, паста с чем-то, потому что, ну, если сильно там что-то долго готовить, ну, запах, да, поэтому в этот раз я взяла у меня с собой, что у меня есть sushi bake, это такое блюдо, те кто-таки видел, рецепт мне очень понравился, короче, берете рис круглозерный, то снять этот рецепт как-нибудь будет, особенно классно, если у вас остались leftovers, с ужина, остатки для leftovers, нет русского слова, потому что у нас, ну, типа, объедки, остатки, звучит так все как-то ужасно, короче, если у вас остался рис, особенно, да, круглозерный, или рис для суши, его поливаете, типа, для суши, а там смесь получается 4 чайных ложки рисового уксуса, чайная ложка сахара, по-моему, и половина чайной ложки соли, ну, пропорции могут быть неправильные, ну, короче, вот для суши заправку, все это вот так вот, в стеклянную емкость выкладываете первый слой, потом нори вот так вот крошите, второй слой, вот тоненький буквально, буквально, два листа я покрошила, вот, и сверху берете лосось, который у вас остался, ну, типа, у меня был запеченный лосось, я его специально для этого дела запекала, недолго запекала, ну, так, чтобы он, знаете, прям схватился, но обычно это делают просто на следующий день, так же, как жареный рис, да, его всегда готовят из остатков риса, ну, то есть, не прямо из свежего риса, вот, короче, это было лососья просто манете, добавляете туда сливочный сыр, немножко майонеза, я, кстати, майонез делаю сама, потому что это супер просто, и получается супер вкусно, ну, майонез, честно сказать, я делаю вот такую баночку, и, ну, он на консервант, ну, в качестве консерванта, там, получается, лимонный сок, ну, вот он неделю живет, майонеза тоже пару столов, ну, зависит, конечно, от объема, просто что он такой, знаете, мажущий стал, я еще туда добавила креветок, то есть, у меня лосось получается, такой помятый, креветки, сливочный сыр, мазик, это все перемешали и намазали сверху, в рецептах еще очень вкусно это все делают, можно, знаете, смешать мазик с шрирача, короче, вот с этим соусом, но у меня муж вообще терпеть не может, острое, и, соответственно, я ничего острого не делаю, вот, и, в общем, убирайте эту духовку минуты 15, я еще вырубила на 5 минут, вот, за гриш, чтобы чуть-чуть поджаристый сверху был, и есть, это потом можно посыпать, я не знаю, причем я голове на слово, забываю на русском, просто они их не используют, по Skyland, зеленый лук, и я не живу в англоязычной, причем в среде, но просто какие-то рецепты, что-то, что-то, все смотрю на английском, не перевожу себе, в общем, посыпаем, этим, зеленым луком, потому что, знаете, как нарезаете нори, такими небольшими полосочками, короче, если лист у вас нори, то его на 4 вертикальные, и потом еще раз по горизонтали разрезаете, вот берете ложки, прям зачерпываете, и снимаете в одну вот эту вот сушенку, и как бы у вас получается, ну, ням, очень вкусно, прекрасно описывает, да, еду просто словами, в общем, у меня вот это с собой, блин, нори я забыла, и как мы это есть будем, без нори, это вообще невкусно, ну, может, вкусно, но не так, Юр, как меня, где ж, мы нори не будем, но здесь это вообще не продается, ну, ладно, что еще, взяла рис, который как раз-таки остался, просто в таком-то время, я его сделала, поджариваю с яйцом, с крещами, овощи, просто для зеленого салата, и пасту с грибами, я вчера сделала, кстати, я здесь купила сливки соевые, я не знаю, что я вам составила, но на вкус нормально, потому что, ну, вот эту лактозу, которую еще в сливках, ни я, ни муж, уже мы переносить не можем, мы ему и опьем без лактоза, вот, поэтому, да, ну, там яйца какие-то на завтрак, блин, как-то я море, ты не весел, что я ухожу, но в случае, что мы завтра вернемся, потому что мы не будем этот, слушай, если завтра уж вечером, когда приедем домой, пообедаем этим, потому что я брала, без расчета, сегодня обед, ужин, но по порциям, и завтра типа обед, может быть, мы вот эту вот оставим по празднице, автра на обед, где кто-то у нас, Артюль, как взяла? У него, конечно, тут аллергия, блин, на морде, жесть, то, что у него покрестнело вокруг, это бывает от большого количества белка, где едем, но опять же, когда мы жили в Москве, они ели всегда натуралку, и никакой аллергии не было, началась на корм аллергия, в свое время, и привела его на гипоаллергенный корм, в Турции еще, он от него разжирел, потому что гипоаллергенный корма, в чем в них трошачок, то, что там всегда очень много углеводов, и лок там растительный, и, соответственно, тут такое, вот, он, короче, начал жреть, сейчас вот уже долго на натуралке, но вот это что-то не проходит, смотрите, тут какое озеро, народ уже весь купается, выглядит так симпатично, так, только нас не кусайте, пожалуйста, если можно не кусать, а, это девочка, доехали до Нови Сада, Норт, можно не как мудила ходить, а? Лаван, а, это тоже фонтан, Нордик, иди-ка сюда, Норт, иди-ка сюда, иди-ка сюда, Субтитры делал DimaTorzok 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 среда спортзал это силовая тренировка четверг у меня это йога а янгара это мобильный суставов осанка сила гибкость вот это вот все и в пятницу теннис кардио и силовая тренировка спортзал и суббота йога тоже а янгара получается это вот это честно говоря там на йогу я бы еще на флай ходила бы но не охота просто два раза ехать на это же место ну короче пока так в таком режиме вот сейчас спортзал добавила я бы добавила и не могу просто ходить не могла от следующий день то есть ноги буквально просто отнимались я не знаю куда я смотрю в этом видео простите что я не могу камеру найти чтобы мне смотреть вот поэтому пока я прям довольна самочувствие энергия вот это все прям супер пупер но посмотрим как у нас все будет дальше ну ребята спасибо вам огромное за просмотр не забывайте подписываться на блин что это я вот так вот что ли лежат ну короче простите подписывайтесь на мой канал на мой телеграм-канал и на мой бусте спасибо вам огромное за просмотр и вас увидимся в следующем видео до встречи всем пока